На этой неделе 25 июля свой профессиональный праздник отметят следователи. Впервые день работника следственных органов начали отмечать еще 7 лет назад. Сегодня об особенностях профессии нам расскажет гость нашей студии Артем Расоха, подполковник юстиции, заместитель руководителя контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю. Он гость нашей студии. Здравствуйте, рада видеть. Расскажите прежде, как вы пришли в профессию? Есть ли какая-то красивая история? Ну, какую-то красивую именно историю не расскажу. Наверное, привлекло в юридическую профессию престижность в свое время. Удовлетворение от работы следователем начинаешь получать уже, когда поработал некоторый период времени, начинаешь видеть результат своей работы. Тогда она начинает нравиться. То есть нет такого, что папа был следователем и я следом пойду? Нет, нет. Династии у нас нет. Династии нет. Почему именно это направление? А вы закончили юридический факультет? Закончил юридический факультет, проходил стажировку тогда еще в органах прокуратуры, поработал вместе с опытными следователями в качестве помощника, так скажем, и после этого выбрал свой жизненный путь. Вот за всю вашу практику есть ли какие-то дела, которые были настолько затяжны, и настолько сложны, что пришлось, не знаю, свидетелей штук пятьдесят, а то и больше, может быть, и просить, которые помнятся до сих пор? В моей личной практике дело экономической направленности по мошенничеству, когда первоначально дело возбуждалось, как мы говорим, для проверки версии следственным путем, то есть без надежды на какую-то перспективу, благодаря найденным на обыску клочку бумаги с записями удалось раскрутить это дело, и в итоге дело более ста томов в отношении четырех обвиняемых, в том числе чиновника краевой администрации, ушло в суд. Установлено было, что они похитили более 16 миллионов бюджетных денег, которые должны были быть потрачены на приобретение квартир для детей-сирот. И по этому делу пришлось допросить 300 свидетелей, провести 100 экспертиз, длилось расследование более года, и, наверное, в моей практике это такое для меня самое объемное, самое проблемное и большое дело. Но вот все случилось именно потому, что вы такой дотошный, так скажем, специалист, и видели какие-то зацепки и понимали, что что-то все же неладно. Так бы закрыли дело, да закрыли. Работа следователя, хотя он самостоятельное, процессуальное лицо, это командная работа, это работа оперативных сотрудников, работа коллег вышестоящих, которые помогают, направляют. Поэтому только себе этот результат и приписать не могу. Естественно, понятно. А приходится ли во время работы использовать какие-то, не знаю, психологические приемы, входить в доверие к человеку, быть психологом, в общем, получается? Работа каждого следователя, каждый день – это работа психолога, потому что каждый день он сталкивается с множеством людьми, людей, которые пытаются тем или иным образом утаить какие-то важные моменты. И поэтому по каждому делу успех зависит как раз от того, насколько ты сумел наладить контакт со свидетелями, с потерпевшими, с обвиняемыми в том числе. Поэтому каждый следователь, каждый следователь свой рационал приемов для того, чтобы наладить контакт с участниками процесса. Я не буду просить вас раскрыть все ваши приемы и хитрости. Вы не раскроете. Да, достаточно такие закрытые люди, надо сказать, следователи, потому что не всегда вы можете быть на виду, да, своя специфика работы. Знаю, что долгое время вы работали в отделе, который занимался расследованием преступлений в отношении детей, и наверняка это самое сложное, что можно в вашей профессии придумать. Но это не пельмени, так, скажем, из магазина украли, да, и даже не собаку убили, а ребенка, предположим. Действительно, работал определенное время в четвертом отделе по расследованию особо важных дел, то есть это отдел, который специализируется на расследовании дел по преступлениям, которые совершены несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Эмоционально это, наверное, самая сложная работа для следователя Следственного комитета, когда невозможно спокойно слушать человека, который ребенка убил, невозможно спокойно общаться с матерью этого ребенка, с потерпевшей. То есть, несмотря на годы опыта, огрубеть настолько эмоционально невозможно, поэтому действительно это очень сложные, тяжелые дела. А вот до этого вы чем занимались, какими? Вот начинали, так скажем, с чего? Какие дела были в приоритете? До этого работал в территориальном следственном органе, также следователем. Наша работа хороша, прекрасна тем, что одновременно у тебя могут находиться абсолютно разные категории дел. У тебя может быть налоговое преступление, одновременно коррупционное, и, как вы сказали, кражи пельменей несовершеннолетним, и убийства, и изнасилования. И такие категории дел, в которых надо для того, чтобы в них разобраться, со специалистом в определенной области. То есть, следователь должен в некоторых ситуациях понимать, разобраться в лесном законодательстве, в том, как должны рубиться или не рубиться деревья, разобраться в биологии, разобраться в экономике. То есть, невозможно сказать, встать раз и сказать, что я во всем разобрался, и я уже самый лучший следователь и готов расследовать любые дела. Такое бывает, что одновременно вот столь разные истории у одного следователя? Это как раз к вопросу о работе следователей, как мы говорим, на земле, территориальных следственных органов. Они обслуживают определенную административную территорию, и все, что произошло на этой территории, все его. А есть ли какая-то статистика по раскрываемости? То есть, все же больше удается найти истину? Или есть такие дела, которые уходят в ящик, и, к сожалению, при всех усилиях, никак? Нераскрытые дела, конечно, есть. Более 90% дел раскрыты. Но есть такие действительно дела, которые в силу тех или иных причин остаются, к сожалению, нераскрытыми. Мы с ними очень активно работаем. Руководство следственного комитета уделяет этому направлению приоритетное значение. У нас созданы специальные подразделения, которые только занимаются тем, что поднимают из архивов дела и занимаются ими, расследуют их. У нас есть служба следователей криминалистов, которая сопровождает расследование таких дел. Есть экспертные службы. То есть, у нас есть действительно такая нацеленность на то, чтобы преступник в итоге не ушел от ответственности. Есть примеры подобных дел, которые говорят о том, что и через 20 лет может преступник понести заслуженное наказание. К примеру, первый отдел по расследованию особо важных дел буквально недавно окончил уголовное дело о преступлении, об убийствах 1993 года. Установлено было, что наш обвиняемый с разницей в две недели убил, задушил двух девушек незнакомых, похитил ценности, которые были на них. И в 1993 году уголовное дело было приостановлено, легло в архив. Следователь наш, подняв это уголовное дело, покопавшись, поразбиравшись с нем, нашел, допросил жену, уже бывшую обвиняемого, которой обвиняемый подарил сапоги и пальто одной из своих жертв. Также провел экспертизу, согласно которой на одежде одной из жертв были обнаружены волоконные наслоения с куртки нашего обвиняемого. Ну и после предъявления ему всех тех доказательств, после применения психологических приемов, о которых вы уже говорили, обвиняемый сознался в совершении преступления и сейчас уже осужден к 12 годам лишения свободы. Слушайте, как же так получается? В 1993 году следователи, значит, не сумели разглядеть ни жену найти, ни какие-то волокна, а вот этот молодой, видимо, глаз уже там замылился или как-то? Возможно, не готов оценивать работу следователей. Тогда, наверное, прокуратуры. Ну, тут, наверное, фактором решающим служило то, что жена уже бывшая, то есть она какие-то взаимоотношения утратила с своим мужем бывшим. Ну и возможности новых экспертных исследований, которые не было тогда, они очень сильно помогают. По половым преступлениям, когда мы можем биологические вещества, которые оставил обвиняемый, мы можем теперь, исследовав это биологическое вещество, которое было изъято 20 лет назад, практически со стопоцентной уверенностью сказать о том, что это вещество принадлежит конкретному лицу. Прийти за этим лицом и после этого лицо несет наказание. — Вернусь к преступлениям, которые связаны с детьми. Все же меня это как-то история задевает тоже очень. Из последних есть какие-то, которые вот запомнились, и слеза, что, говорится, навернулась? Потому что я знаю, что вы тоже, естественно, отец. — Ну, дела самые тяжелые — это дела о убийствах малолетних, несовершеннолетних. У нас шумевшее Славгородское дело, когда убил обвиняемый мать и двоих детей. То есть это дело действительно очень такое эмоционально тяжелое, сложное. — Как вам удается вернуться домой, в семью, после того, что вы все видели, да, вот эти все убийства, да пусть даже не убийства, грабежи и так далее, общения с этими разными людьми, эмоционально высосаны наверняка? Что делаете? Как отключаетесь? Ведь профдеформация в любой профессии существует. — Ну, действительно, профдеформация существует. Действительно, переносишь какие-то... Когда сталкиваешься регулярно на работе с тем, что какие-то простые жизненные ситуации по воле случая или какого-то злодея превращаются в трагедию, невольно проецируешь это, конечно, на себя, на свою семью. Ну, способы единственные — общаться с семьей, пытаться отвлекаться общением с ними, с детьми. — Вот, кстати, на днях суд вынес решение по делу о ложном доносе. Родственники решили обвинить в определенных делах дедушку, чтобы у него дом забрал. Много ли вот подобных ложных именно историй? — Ну, тема, она не новая, актуальная. Действительно, некоторые граждане считают возможным использовать нас как такую правоохранительную дубинку для того, чтобы разобраться с своими недоброжелателями, для того, оклеветав их. Мы работаем в этом направлении. Всем, кто обращается к нам с заявлением, разъясняем уголовную ответственность за заведомо ложный донос, за заведомо ложных показаний. В приведенном примере решили родственники решить свой квартирный вопрос, и при этом привлекли к этому своих несовершеннолетних детей, которые и оговорили своего дедушку. Поэтому с этим, безусловно, работаем и будем продолжать работать, потому что такие преступления тоже должны оставаться безнаказанными. — Ну вот, кстати, вы сказали, что к вам обращаются с разными делами. Алгоритм действий. Вот что-то произошло, стал жертвой преступлений. Как найти правду? — Ну, как правило, если вопрос по обращениям, люди обращаются в дежурные части органов внутренних дел, они сообщают дежурному следственному комитету, он выезжает на место и разбирается. Ну и у нас очень много каналов связи с людьми, с гражданами. У нас возможно обратиться к нам и при личной явке по телефону дежурного следственного управления 29-80-02. У нас есть аккаунты во всех социальных сетях, у нас есть на сайте электронный интернет-приемная. Действует в управлении телефонная линия «Ребенок в опасности», на которую можно дозвониться по телефону 123 с любого мобильного телефона. И оператор линии поможет ребенку решить проблему. Поэтому обращаться... Каналов связи очень много. Они постоянно расширяются и совершенствуются. — Но 25 июля профессиональный праздник. Насколько он важен для вас? Отмечают ли этот праздник сотрудники или, как обычно, на рабочих местах в основном? — Отмечают на рабочих местах. Праздник — это определенная дата, в которую можно подвести какие-то итоги, дата, в которую награждают отличившихся. Поэтому, безусловно, это важно для нас. Это признание нашей работы на каком-то государственном уровне. — А если бы не следователем, кем бы вы стали? — В детстве мечтал стать. Кем только не мечтал. И пожарным, и моряком, и космонавтом. — Ну, все равно такие мужские профессии серьезные. — Да, да. — Ну, то есть не парикмахер и не продается в магазине, в общем-то. — Нет, нет. — Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию с наступающим вас праздником. — Спасибо огромное. Всего доброго. — Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был Артем Расоха, подполковник юстиции, заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУСК РФ по Алтайскому краю. Субтитры сделал DimaTorzok